Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. Сегодня я снимаю видеоролик о том, как я буду размножать черенкованием вот эту великолепную, шикарную нашу гортензию. Она какая! Просто обалдеть, какой кустичек. Сейчас она уже зелененькая, и у нее вот эти соцветия были белые-белые, шапками все увешано было. Сейчас сентябрь, и вот она позеленела. А позже она станет такая уже кремово-рысоватая. Я уже нашла тут кое-где вот такие молодые черенки. Вот они будут успешнее укореняться. Там, где не было цветочков, вот я выбрала такие макушечки. И я вот два штуки сейчас укореню при помощи мха сфагнума. Так, вот эти вот листики надо подрезать. Так, чтобы они меньше испаряли. Если листья у растений большие, то их всегда надо вот так вот обрезать. Так, один готов. Сейчас у этого листовые пластиночки тоже. слегка уменьшу. Так, мох я уже тут укореняла. Так, вот эти хризантемки я уже тут вот так же укоренила. Многолетние хризантемы и гортензию. Сейчас будет, так как у меня здесь немножко осталось. Взяла вот этот мох сфагнумом. Вот он так прессованный, сушеный продается в пакетах. Его разворошила и получилось здесь много. Даже вот половина брикета не ушло. Немножко земли добавила просто с огорода обычной земли. Только прогретой, чтобы в ней не было ни червячков, ни каких-нибудь сырников. Немножко добавила буквально, чтобы для питания было. И корневин добавила. Так, корневин сейчас покажу. Вот он. Добавила корневин. Просто можно разводить, конечно, по инструкции. Здесь написано, как разводить вот эта пячка на 5 литров воды. Но я просто немножко сыплю чисто на глаз. И это тоже работает нормально. Полила этой водичкой с корневином. Все, сейчас буду в стаканчики вот эти накладывать. Немножко. Много не надо ей. Так, какой-то крупный. Ну, вот, наверное, может быть и так сильно утрамбовывать не надо. Это хорошо, когда получается воздушно. Ну, вот как раз я доработаю эти остатки мха. Ну, такая грязька на вид. Но зато она эффективно работает. Так. Вот так вот. Так, еще немножечко сухо. Сбоку. Ну, так. Теперь сюда надо посадить черенки. Так. Вот они какие хорошенькие, зелененькие. Вот так втыкаю и там прижимаю чуть-чуть. И вот так будет хорошо. Часто тоже так делаю с разными цветами. Просто втыкаю и слегка обжимаю. Не сильно, а чтобы воздушно опять же. И, как всегда, нужно обязательно тепличку. Сейчас я оба черенка, наверное, поставлю вместе. Так как стаканчики маленькие. Вот так вот. И месяц-полтора нужен. Для того, чтобы они хорошо укоренились. Все. Теперь нужно набраться терпения.